Также пока неизвестно, появится ли в регионе почетное звание заслуженной работник культуры Кировской области. Возможность появления такой награды обсуждали сегодня на заседании комитетов областного законодательного собрания. Какие еще вопросы рассматривали, расскажет Елена Чехомова. По традиции, перед пленарным заседанием депутаты областного законодательного собрания обсуждают актуальные вопросы на комитетах. При обсуждении социальных тем главной была, конечно, бюджет этого года. Так, законотворцы посчитали необходимым откорректировать областные доходы и расходы, а также отчитаться по ближайшим планам. 50 миллионов рублей предлагается направить местным бюджетам в виде субсидий на реализацию дополнительно проектам по местным инициативам. На подготовку к новому учебному году также предлагается выделить 50 миллионов рублей. По этим 50 миллионам у депутатов были сомнения. В том году запрашиваемая сумма была 100 миллионов, мы дали им 25, то дыра у нас по тому году 75. Сегодня мы им там без запрашиваемой суммы, я просто не знаю, какую в этом году они запрашивали, мы им даем 50. То как бы все ли у нас будет готово к началу первого сентября? Запрашивают на подготовку в четыре раза больше, ответила глава департамента финансов. Однако дефицит бюджета области почти 4,5 миллиарда. Чтобы его не увеличивать, больше 50 миллионов направить не получится. Кто против, пожалуйста. Спасибо. На другом комитете по энергетике ЖКХ и строительству законотворцы обсуждали изменения в закон о капитальном ремонте. Как известно, кировчане будут перечислять на эти цели 6 рублей 70 копеек с квадратного метра. Тариф должен удержаться каждый год. В принципе, в июне месяце мы должны были подтвердить тариф на 15-й год и дополнительно еще установить уже на 17-й год. Другой вопрос, кто теперь этот тариф будет устанавливать? Раньше это было право областного законодательного собрания. Теперь же определять тариф планирует правительство области. Нельзя отдавать эти полномочия без официального заявления правительства, например, что оно готово в течение 10 лет оставить эти тарифы без изменений. Сегодня изменения в закон депутаты отклонили. Точку в вопросе о тарифах на капремонт поставят на пленарном заседании 24 июля. Елена Чехомова, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дайвича.